Продолжение прохождения Глобал Мода Ну не таким вот, что делами просто вот разгуливать и ничего не делать, а займусь уже скорее наверное выполнением каких-нибудь заданий Итак, напомню, что для начала прежде чем идти в лагерь бандитов, мне необходимо желательно наведаться в лагерь пиратов И раздобыть каким-либо способом у них бандитские доспехи, только после этого я смогу попасть в лагерь бандитов Что ж, поэтому сейчас я как раз и буду направляться в лагерь пиратов Кстати, вон впереди стоит один из пиратов Сейчас я буду с ним говорить, но прежде чем с ним поговорить, я пошел и-ка восстановлю здоровье То, что восстанавливаю здоровье, это не означает, что мне придется драться с этим пиратом На самом деле пираты рождевать с магами воды не будут, об этом я еще узнал у Сатроса в прошлом эпизоде На всякие различные вот эти вот травы и так далее, убивать монстров я буду сам, то есть это я все буду вырезать А самое интересное я буду, конечно же, показывать Но этим, я думаю, займусь не в этом эпизоде Ну, неохота мне сейчас, честно говоря, в этом эпизоде этим заниматься Я так подумал-подумал, решил, что займусь этим, ну, чуть-чуть попозже Ну, допустим, как только раздобуду бандитские доспехи Чтобы сразу побывать на болотах, то есть там, убивать монстров, пособирать травы Ну, и заодно сделать то же самое здесь Ну, конечно, те монстры, которые будут попадаться мне на пути, но также травы Я буду собирать сразу, чтобы потом не тратить на это время Так, ну, давайте поговорим сейчас с этим пиратом Кто, черт возьми, ты такой? Ты не похож на остальных Каких еще остальных? Ну, магов, которые здесь обосновались Ты ведь из их компании, так? Довольно смело с твоей стороны разгуливать здесь в одиночку Кто ты такой? Уверен, ты обо мне слышал Я — аллигатор Джек Меня боятся моряки всей страны Я один из самых опасных пиратов в этих водах Вместе с капитаном Грэгом мы ограбили больше купеческих кораблей, чем я могу сосчитать Так что сейчас ты разговариваешь с живой легендой Ты знаешь человека по имени Ворон? Конечно, он командует бандитами, живущими на Востоке А что тебе от него надо? Я должен убить Ворона Ха-ха-ха-ха! Что? Ты? И как ты собираешься это сделать? Разве он тебе по силам? Ты к нему и близко не подойдешь Его бандиты с тебя живьем шкуру сдерут Ты даже через первый их пост не пройдешь Выглядишь ты так, что у них при виде тебя сразу руки зачешутся Ладно, у меня к тебе есть лучшее предложение Присоединяйся к нам У тебя будет время все обдумать А когда ты попробуешь наш ром У тебя поменяются взгляды на жизнь Мне нужны бандитские доспехи Зачем это они тебе понадобились? Если тебя в них увидят, ты можешь попасть в беду Тебя примут за бандита и попытаются убить Ты не знаешь, где мне найти такие доспехи? У нас в пиратском лагере был один комплект Не знаю, остался ли он до сих пор Вашего капитана зовут Грег? Да, это самый величайший пират, когда-либо бороздивший море Думаю, я знаю вашего капитана И я встречал его в Хоринисе Ха-ха-ха! Грега! В Хоринисе! Чепуха! Грег с частью команды отправился в море за добычей В Хоринис он может попасть только на королевской тюремной галере Это же один из самых известных преступников в стране Он ни за что не зайдет в город по своей воле Первый же стражник задержит его и бросит в тюрьму Ну, если ты так говоришь Где находится ваш лагерь? Видишь этот проход? Иди через него и направляйся на запад Рано или поздно ты дойдешь до нашего берега Там и стоят наши дома Я бы мог тебя проводить, но ты должен оказать мне одну услугу Какую же? Прежде чем возвращаться в лагерь, я должен добыть ребятам еды Судя по виду, ты сильный человек Ты мог бы помочь мне охотиться Согласен? На кого ты охотишься? Чаще всего на аллигаторов Но их мясо несъедобно К тому же их здесь уже не осталось Поэтому мне приходится ловить болотных крыс Что? Мясо большинства местных зверей Либо имеет вкус старых носков Либо жесткое, как подметки Более-менее съедобно только мясо этих жирных болотных крыс Пойдем на охоту Отлично Вдвоем мы с легкостью с этим справимся Ты готов? Да Прекрасно Держись рядом со мной Так, ну вот мы, в принципе, узнали Много информации о пиратах Ну и сейчас я вместе с аллигатором Джеком Отправляюсь на охоту Но прежде я вам хотел показать один Такой вот тайник Вот, кстати, и он Тут находится ржавый меч Что-то там еще было Так, напиток, лечебные растения Там похожие Ну и, в принципе, это все Сразу я по пути буду собирать все, что мне нужно Не попадется Так, а Куда он ушел? Он что это? Понятно, он на кого-то напал А, кротокрыса Ну ладно, пускай убивает Нечего взять Из этого не выйдет ничего хорошего Нечего взять Из этого не выйдет ничего хорошего Там ничего нет Нечего взять Он еще мясо с кротокрысов, похоже, собирает Ну ладно Пускай собирает Ну я буду собирать все, что тут находится Различные травы и так далее Ну что ж, первым делом, что мне надо будет сделать Это вступить в лагерь пиратов Только после этого я смогу получить Эти самые бандитские доспехи Сразу скажу Для того, чтобы вступить к пиратам Нужно будет выполнить Несколько заданий Все они будут, в принципе, не такие сложные Некоторые даже интересные Так, ну что ж Давайте двигаемся дальше В принципе, лагерь пиратов здесь находится Неподалеку И я думаю, что Больше вот таким вот путем До лагеря я отправляться не буду Сейчас объясню почему Дело в том, что Неподалеку от лагеря Пиратов Находится Один из таких вот Делепортационных камней Которые я как раз и активирую С помощью Моего первого юнитора Так, 150 опыта Глубон мог убить Богомолы Похожи, да Так, а Где он? По-любому двух богомолов убил Раз 150, а 120 Соберём с богомолов головы Хоть они не такие ценные Но всё же Их можно продать А деньги мне сейчас Никуда не помешать Тем более, что сейчас у меня их Не так много Так, здесь у нас что? Ну, видите, тут в основном Везде Находятся вот эти вот Лесные ягоды Надо будет Им и мне Как можно больше Полечиться Ну, чтобы Прибавить себе здоровье Так, у кого он опал Еще один богомол Напоминаю, что При съедении 50 Лесных Или диких ягод Я смогу Получить Прибавку Плюс 5 К максимальной жизни Это кто? Это кто? Пантера Какой-то новый монстр Сразу вам скажу В оригинальной Ботике 2 Да, ночью Верно таких Тут не было Так, ну вот там вот Сейчас Я увеличу обзор О, кстати Тут не тормозит вообще ничего Так вот Там находится Одна небольшая пещера Насколько я помню Что я ее не вижу Правда Но сейчас Я туда не Ой, ой, да что Это откуда? Да, придется сейчас Похотиться немного На более сложных монстров Ладно Ладно Постараюсь тогда Ну Низины Здесь эти крысы водятся Следуй за мной Так, так, так Надо как-нибудь тролля Сейчас я уменьшу обзор А, все Замечательно Он приманился 250 опыта Еще одним монстром меньше Тем более Бешеный тролль Действительно мало 250 за бешеного тролля На то слишком Если за боком ову за одного Дали 165 Ой, что-то тут Готика вообще Тормозит ужас Да, действительно Яркиндар какой-то получился Неоптимизированный Если В одних местах Игра идет нормально В других Ужас как тормозит Там ничего Из этого не выйдет Ничего хорошего Там вроде было Даже не знаю Больше таких объектов Целых различных деревьев И так далее И все нормально Было здесь Здесь правда тоже Довольно много Всего Ну ладно Как сделали так сделали Ой, это Это кто там? Аллигаторы что ли? Да, ну аллигаторы тоже Новые монстры Которые добавили здесь Этого я и боялся Чего? Здесь только половина От того количества дичи Что нам нужно Теперь нам придется Отправиться в каньон Будь осторожен Углубляться в каньон Крайне опасно Если тебе дорога жизнь Не отходи от меня Хорошо Пойдем Замечательно Ну что Действительно Каньон Я сразу вам скажу Что каньон Место действительно Довольно таки опасное Там водится Множество различных Опасных монстров В том числе и орков А хочу напомнить вам Что я Пока что не могу Победить даже Самого обычного Орка воина Ну по крайней мере Я пробовал Но Я его даже там со свитком Заморозки Убить не смог Не знаю как я буду Дальше играть Но Думаю что в дальнейшем Может все будет нормально Вперед Так ну что ж Ну сразу вам говорю Что вот этих вот орков В каньоне мне самому одному Не придется убивать Так тут находится еще один пират Мальком Ну с ним я тоже поговорю Не буду сейчас На этом задерживаться Вот опять увеличил обзор Здесь как мы видим Все вроде нормально Ничего не тормозит Похоже вот буду в Яркендаре Все время вот так играть То с таким обзором То может вообще вот с таким Хорошо что В Готике это очень удобно Сделали Пару настроек Там Чуть-чуть полазить В настройках игры И с помощью клавиш F1, F2, F3, F4 Можно будет Спокойно изменять обзор То есть F1 Это вот Довольно Маленький обзор F2 Обзор побольше F3 еще больше F4 вообще максимально 300-300 Иди сюда Подлая тварь Так еще богомолы я смотрю тут Так А что то вот я вообще ему не помогаю Давайте Я ему тоже немножко помогу Еще одним монстром меньше А то есть что то он действительно один постоянно тут всех убивает А я просто напросто хожу за ним Хотя просто он и сам Совсем справляется хорошо Нечего взять Не напомнишь мне зачем я тебя взял Ты не убил ни одной болотной крысы Ну ладно Возможно из тебя и выйдет какой-нибудь толк Отнеси это мясо болотных крыс Старому лентяю Моргану Ты найдешь его в нашем лагере Он наверняка нежится на солнышке Отдай ему мясо Он ждет Вход в лагерь обычно охраняет Генри Его задача не пропускать бандитов Если он откажется тебя впустить Скажи что послал тебя я Возможно это сделает его более сговорчивым Генри иногда увлекается ролью начальника Ты можешь меня чему-нибудь научить? Конечно Я хороший охотник И могу научить тебя снимать с животных шкуры И выдирать зубы Если хочешь я могу заняться твоим обучением Я готов учиться Чему тебя научить? Так как мы видим он может обучить меня Снимать кожу с рептилией Я думаю этому обучусь Ну чуточку попозже Сейчас мне самое главное Если я тебе понадоблюсь Ты можешь найти меня у моего лагеря Частоколом? Продолжай идти на запад И ты увидишь о чем Так ну Этот я диалог промотал Поскольку действительно Он ничего интересного нам тут не скажет Где он находится я вам в принципе сам покажу Но сейчас бы я вам хотел показать То место где находится Клепортационный камень Он находится здесь неподалеку Так ну и тут нас встречает Ой бешеный Пустынный Пустынный Ой А это бешеный по любому Какая-то из них Да уж Надо значит думать Надо похоже ломанить этих пустынных крыс Поодиночке я то думал Что они Ну так Нет ну Ну До этого ж не тормозило так Ну ладно значит Давайте посмотрим Кто у нас там есть Так пустынная Бешеная Пустынная Так похоже две бешеных Остальные все обычные Ну в принципе можно поступить таким способом Просто надо просто по быстренькому пробежать Ну и телепортироваться Давайте попробуем так сделать Ну неохота мне честно говоря сейчас Сражаться со всеми Ого Ничего себе Ну и бешеный Наносит урон Ну придется похоже их убивать Только вот Как? Вот раз такой Ладно Буду выманивать Ладно Выманить их Вроде как Не так уж и сильно сложно Так сколько Так Ага Сначала убиваем Обязательно бешеные Да Да и такие обычные Наносят огромные уроны Наносят огромные уроны Что плюс все соревнования Ухуманились Опять начался эпизод неудач такой Да Что ж мне делать с этим Ну в принципе у меня есть кое-какие идеи Что такое Ну короче все вот так буду играть Активирую этот телепорт потом Я даже в принципе знаю когда Ну об этом позже Дело в том что мне с пиратами придется еще охотиться в каньоне Тогда когда буду охотиться Тогда в принципе и Перебью всех этих крыс Мне надо будет убить там Насколько помню Бритвозубов Монстры довольно опасные Ну заодно в принципе можно будет убить Всех находящих там орков Ну и различных других монстров Ну что это такое Да это невозможно Так ну вот в принципе сам лагерь пиратов Ну и охраняет его Генри Стой! Ты друг или враг? Друг! Так может сказать любой Я тебя не знаю Что тебе здесь надо? Я хочу попасть внутрь Правда? Что ж В таком случае ты должен заплатить Пятьсот золотых Да? А за что? Не строй из себя идиота В лагере полно всего того Что может тебя заинтересовать У тебя же есть золото Не так ли? Мы можем как-нибудь договориться? Назови мне достойную причину И я сделаю тебе скидку Я должен отдать Моргану мясо Ага! И кто же тебя послал? Аллигатор Джек Он говорит, что Морган это мясо уже ждет Ясно! Сам он не в настроении, верно? Что ты здесь делаешь? А как ты думаешь? Я должен проследить за тем, чтобы эти жалкие лентяи построили чистаков в срок Если он не будет построен Капитан Грег даст мне хорошего пинка под сад Так же я решаю пропускать ли в лагерь всяких проходимцев вроде тебя Зачем вам понадобился чистокол? Мы не хотим стать легкой добычей для бандитов Эти ублюдки наглеют с каждым днем В последнее время они повадились крутиться вокруг лагеря Как акулы у обломков затонувшего корабля Несколько бандитов даже поселились в башне к югу отсюда Я уверен, что это передовой отряд Но если они настолько глупы, что решат напасть на нас Мы так встретим, что они не скоро это забудут Почему ты думаешь, что бандиты могут на вас напасть? Потому что между нами и бандитами война А ты как думал? Сначала все было хорошо Мы привезли сюда бандитов, они ушли на свое болото и оставили нас в покое Но теперь эти подонки нападают на каждого чужака Только дьявол знает, что на них нашло Думаю, им нужны наши корабли Ведь другого способа выбраться отсюда не существует Насчет бандитов Тебе лучше поговорить со Скидом Он вел с ними какие-то дела и чудом остался в живых Он может рассказать тебе много интересного Жаль только, что тебе с ним поговорить не удастся За вход-то ты не заплатил Так, ну и тут значит Нам предлагают заплатить деньги Но сумму можно будет уменьшить, если выполнить некоторые задания Первое как раз задание является тем, что я должен буду отнести Моргану мясо Второе задание можно было взять, но я его, к сожалению, уже выполнил Это если вы еще не выполнили задание от Бальтрама, там я должен буду Сейчас, что же Сейчас, что же Ну, в общем, задание от Бальтрама сейчас, минуту Сейчас, где же оно? Так, где-то вот тут вот точно А вот, торговля пирата Так, Бальтрам мне дал пакет, я должен придать вот Скипу Ага, вот, пакет для Скипа Если бы я в это задание не выполнил бы, то Генри снизил еще бы цену Теперь третье, что можно сделать, это убить бандитов вот в этой вот башне Ну и четвертое, в принципе, что можно сделать, это поговорить с Малькомом Он, в принципе, по-моему, даст мне тоже там какое-то задание на вход в лагерь То есть, если все вот эти задания выполнить, то Генри может пропустить меня в лагерь абсолютно бесплатно Ну, похоже, мне придется заплатить, раз задание со Скипом я уже выполнил Не знаю сколько, но явно сумма будет небольшая Ну, может быть, 100 монет Ну, самый-самый максимум, наверное, 200, не больше Так, ну что ж, давайте сейчас попробуем поговорить с Малькомом Может он мне что-нибудь скажет? Подожди минутку Ты не отсюда, верно? Похоже, ты проделал дальний путь Ты занят? Эй, не спрашивай Генри хочет, чтобы я срубил все эти деревья Постоянно стоит у ворот лагеря и разглагольствует Говорит, что надо самоотверженно трудиться на благо общества и все такое Но сам-то он и пальцем не шевелит А где находится ваш лагерь? Продолжай идти по этой дороге на запад Довольно скоро ты увидишь Генри Генри ваш командир? Да, командир нашего боевого отряда А нашего капитана зовут Грег, но сейчас его здесь нет Я должен идти Эй, когда доберешься до нашего лагеря Передай от меня кое-что Генри Скажи ему, что деревья здесь чертовски твердые Ему придется еще подождать Ну да, честно говоря, я не знаю этому Это ли ему надо будет передать Или нет, не знаю Ну все же, ну Похоже, действительно ошибаюсь Насчет того, ну Я помню, что как-то Какой-то квест у него взять можно Ну ладно Не взял, так не взял Что ж Теперь тогда давайте убьем бандитов в этой башне Всего там Бандитов где-то, ну Трое или четверо Сколько точно, не знаю Вообще, действительно, сегодня у меня какие-то неудачи, лор Происходит с Готикой Не везет мне постоянно Ой, да что ж такое Так, ну хотя бы с гоблинами я справился довольно быстро Но, в принципе, гоблины для меня уже не проблема Вот бандиты, думаю, что Будут довольно большой проблемой Причем здесь я уверен, что Они еще, наверное, усиленные Так, ну значит, я предлагаю, наверное, использовать свиток Малой огненной буре Только вот, скорее всего, бандиты там находятся Ну, в разных местах Поэтому, что ж, давайте пробовать, значит Так, ледяное копье попробуем Так, огненный шар попробуем Конечно, можно Сделать все по-быстрому, воспользоваться свитком Шторма, но Думаю, что лучше это Не стоит делать, поскольку свиток шторма довольно Мощный свиток Ну и Ой, что я использовал Использовал какую-то молнию Молнию мне не надо Сейчас, мне до этого Ледяное копье Так, она у меня уже там Вот Угу Пробуем ледяное копье Ммм, неплохо Так, что Они даже меня не заметили? Я тут, значит, в них попал там Ничего, ну-ка Огненный шар, ну тут Огненный шар, в принципе, так знаю О, похоже, он заглючил сейчас Ну-ка, в другом бандите, проверим Убьет Нет, вот Убил А, стоп Или это тот сгорел Так, еще давайте один Так, горит Ну то и значит Можно, в принципе, перебить их Используя огненный шар, да С видом действительно Очень хороший Правда, вот Я их уже Практически все потратил Зурис не продает У Кронуса я все скупил Так, давайте первого Так Еще двое Так, быстренько бегаем здесь Десяток Самое главное, чтоб Тот бандит в нас не попал Че, он еще усиленный, похоже Какой-то Раз не умер Ой И этот не умер Так, быстренько Десятка Так, ну теперь давайте Их забить так, как-нибудь Так, все-таки умер Неужели что-то Дополнительный уровень Он наносится Когда используешь это Как его Заклинание ледяного копья Так, ну этот я вижу просто-напросто Заключил Такое бывает Кстати, прикольно он так Заглючил Помню, у меня уж подобный случай был Не помню Не помню, когда Ну когда я, по крайней мере Сбавлялся тоже От бандитов Которые Находятся Неподалеку От фирмы Сыкоба Так, собираем все, что есть у бандитов Из этого не выйдет ничего хорошего Бандитов здесь, похоже, трое С ними я расправился Довольно хорошо Потратил, значит, сколько Три окненных шара, да Ну да, довольно много даже В принципе, потратил Ну Не знаю даже как Много или нет Ну Все же тут, наверное, много Три окненных шара, да Плюс еще это Как его? Ой, забыл Ледяное копье Так, ну лечиться я не буду Поскольку где-то здесь Должна быть кровать Я думаю, что лучшим способом Будет просто-напросто Поспать до утра Ой, еще одна ветчина То, что как раз надо Так, давайте соберем все, что тут есть Теперь давайте Попробуем поспать до утра Кстати Дверь Не открывается еще Да, похоже, Яркендар очень сильно изменился Чем я предполагал себе Эй, как не так Еще секундочку Ну-ка Так, похоже, можно вскрыть отмычками Так, похоже, можно вскрыть отмычками Да, комбинация, похоже, большая Так, ну что ж, давайте загрузимся Честно говоря, в оригинальной Готике Два ночи ворона я даже не припомню Что были Двери, которая вскрывается Отмычками Может быть, такие были, но Ну, их было, ну, крайне мало В первой Готике было все же побольше таких дверей Ну, это так просто Если кому-то интересно сказал Да, тут вообще в этом сундуке нет ничего ценного Здесь была только золотая чаша Похоже, здесь вообще практически ничего ценного нет Только зачем это было запирать Непонятно Да, наверху тоже ничего нету Кстати, может быть, как-нибудь Не думаю, что у меня это получится, но Попробовать стоит, наверное Ой Нет, явно так, не допрыгнешь Хотя, наверное, как раз и предполагается Тот вариант, что Так Что вы допрыгнете туда Как раз вот Именно вот таким способом Ну, не совсем таким еще Можно использовать зелье ускорения Тогда, может быть Точно можно будет допрыгнуть Ну-ка Нет Тут странно она выделяется, эта дверь И Когда выбираю лук Выделяется вот Что-то не знаю, что это такое вообще Ну, что-то типа золотой монеты Прикреплено Как будто какая-то кнопка Да, все это вообще как-то очень-очень странно Ого-го Нет, короче, давайте сейчас Тогда отправимся Назад в лагерь пиратов Самое главное, с бандитами я расправился Ну и все, в принципе Мне пока что этого достаточно Ну и что это за ужас Начался Так, я снова здесь Почему уже сыграет Музыка Страдиона Причина проста, что Игра запросила Причина проста, что Причина очень-очень сильная И после чего игра будет Не знаю Почему это так, что Это явно что-то связано Слой концепт Это вообще не понятно Слой концепт Слой концепт И объекты на ругатель Ухажение Как будто бы начался Слой концепт Ухажение Так же я посмотрел на то Сколько идёт запись И увидал, что она идёт уже Больше чем 32 минуты Поэтому пора бы заканчивать этот эпизод Всем спасибо за просмотр Увидимся в следующем эпизоде Подписывайтесь на канал Комментируйте видео Ставьте лайки Ну а в следующем эпизоде Попробуй разобраться Всё-таки С причиной Этих торможений Попробуй всё настроить так Чтобы Но игра шла нормально То есть Чтобы вот Не возникало вот таких вот Торможений Ни с того ни с сего Тем более таких вот ужасных И когда вот игра сейчас вылетела В общем Ещё раз Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok